Привет, друзья! Сегодня у нас пустые баночки с декоративной косметикой. И мне кажется, в этом месяце у меня больше, чем обычно. Мне кажется, я до сих пор не могу перевести дыхание. Я только что прибежала домой, поняла, что я пришла раньше мужа, и я просто тут же... СНИМАТЬ! СРОЧНО! СНИМАТЬ! И РЕДАКТИРОВАТЬ! Потому что это то, что я делаю, как только я дома, мне нужно срочно начать что-нибудь снимать, потому что сейчас жизнь просто бьет ключом. У меня нет ни одной свободной минуты, поэтому если вдруг у меня есть свободная минута, я сажусь и начинаю снимать. И сегодня я снимаю для вас пустые банки с декоративной косметикой. И... Воу! Вот что у меня есть. Тут есть немного. Я полагаю, что это последний месяц, когда я снимаю отдельно пустые банки по уходу за кожей, по уходу за волосами и с декоративной косметикой, потому что мне кажется, что не имеет смысла их разделять. Но вы мне скажите, какой он нравится больше. Так что будем ориентироваться на вас. В любом случае, поехали и начнем с декоративной косметики. И первое, что у меня закончилось, это был пробник тонального крема Givenchy Tint Couture оттенка Elegant Beige. Это Fluid Out of Tune Learn Wearing Fluid Foundation SPF 20. Он был замечательный. Он был очень-очень хороший. Он прекрасно ложился, очень естественно смотрелся. Он просто прекрасно подошел мне по тону кожи, особенно когда вот я наношу автозагар и через пару дней. Вот. И в принципе, мой натуральный тон кожи, когда там есть солнце, он очень близок к этому, поэтому... И оно ложилось прекрасно. Его было вообще незаметно. При этом оно хорошо все фиксировало. Он был не очень плотный. Он не замазал там синяки и... Синяки? Прыщики и все такое. Но он давал достаточно покрытия, чтобы кожа выглядела ровной и красивой. И я бы с удовольствием его купила, но он дорогой, но он хороший. И единственный минус – он очень быстро начинал блестеть. Он не рассчитан на жирную кожу, и на мне он начинал блестеть, ну, где-то в течение там часа-двух. То есть у меня есть тональные средства, которые довольно до... Ну, намного дольше держат матовость моей кожи, поддерживают мою кожу матовую. Поэтому, я не знаю, он очень хорошо лежал на коже, но он довольно быстро блестел, поэтому... Ну, и опять же, он довольно дорогой. Поэтому, учитывая то, что он не идеально вел себя на моей коже, я не уверена, что буду покупать его дальше. Следующая из всяких для лица вещей. У меня закончились аж два пробника бибикрема... Бибикрема? Бибикрема. Skin79. Это корейский бибикрем. И он прекрасный. Во-первых, он очень-очень светлый. Вот сейчас на мою кожу он то, что надо. Очень часто бибикрема очень тёмные. Даже те, которые называются светлые, на самом деле слишком жёлтые. И это был вот прям белёс. Вы выдавливаете, он такой серовато-беловатый. Это звучит очень неприятно, но вот на мой холодный тон кожи он ложился просто идеально. И это был очень простой, как бы, тонирующий крем, как это назвать. То есть, утро, когда я куда-то спешу, у меня нет времени вообще красться, но мне нужно что-то кинуть на кожу. У меня сейчас нет одного крема, который идеально подходит мне под тон кожи. Один слишком светлый, парочка слишком тёмных, поэтому я обычно их все смешиваю, чтобы получить то, что мне нужно. Наношу пару слоёв, кисточкой. И это целый процесс. Если вдруг какое-то утро, и я должна выбегать через 5 минут, я брала вот этот BB-крем, наносила его. То есть, я умывалась, и вместо крема я наносила его. Тут тоже есть SPF, поэтому, в общем, всё нормально. И этот BB-крем, то есть, он увлажняет кожу, всё в порядке. То есть, я наносила просто пальцами, вот примерно вот так на лицо. Он очень ровно ложится, он максимально даёт хорошее покрытие. Понятно, что не слишком плотный, но BB-крем, в принципе, не даёт плотное покрытие. Он как бы замазывает всё, что нужно, выравнивает тон кожи, плюс он очень-очень светлый. И, в общем, на мне он был просто идеален. Я не исключаю, что я его закажу. Мне моя подруга-бьюти-блогер Лиззи Элизабет, зацените её, она классная. Так вот, она мне рекомендовала покупать на ebay. Она в этом плане прошаренная, и она много чего-то оттуда покупает. Я ни разу не покупала косметику с ebay. Страшно осознаться, но я ни разу не покупала косметику с ebay. И вот она мне сказала, что лучше покупать ebay, потому что у перекупщиков втридорога, естественно. Я думала заказывать, например, что-нибудь корейского сайта, но ebay кажется мне довольно логичной опцией. Поэтому очень может быть, что я его закажу, просто потому что это чудесный BB-крем. Мне обычно очень не везёт с BB-кремами. Обычно они очень плохо ложатся, никогда не подходят мне по тону кожи, забивают поры. Часто у меня от них начинаются прыщики. В общем, обычный BB-крем для меня это просто ад. И это просто суперсредство, очень простое в применении. Понятно, что кожа с ней начинает блестеть довольно быстро. Это может быть час, два. Но, во-первых, не так быстро, как с большинством BB-кремов. Плюс, когда я наношу пудру, моё лицо становится матовым ещё там в течение пары часов. То есть, в принципе, он носился в плане вот этого жирного блеска, как большинство обычных кремов, не рассчитанных на жирную кожу. Я тоже была этим очень довольна, что BB-крем обычно вы наносите, и сразу у меня дико масляное лицо после BB-крема. Просто ужасно. После этого нет, оно чудесное. И оттенок просто супер. Поэтому я полагаю, что я буду его заказывать. И вам, светлокожим, девушкам, которые хотят вроде BB-крем, я очень-очень его советую. И плюс, на него у меня не было никакой плохой реакции от кожи. Кожа чувствовала себя отлично. Он вёл себя отлично. И как в плане... То есть, это одновременно и крем для лица, и база под макияж, и тональный крем. Плюс, там есть ещё и SPF. Поэтому я, скорее всего, буду его заказывать. Следующее, что у меня закончилось, это был пробник бронзера Shea Cover. Сейчас я попробую добыть для вас. Вот, если видите, он был довольно светлый. И поэтому он был неплох для светлой кожи. Но он был довольно жёлтый. И так как у меня очень холодный тон кожи, он немножко желтел. Поэтому я бы сказала, что если у вас светлая кожа, но тёплый тон, вот он будет идеальным бронзером для вас. Он не будет слишком рыжим и слишком тёмным. Вот я бы сказала, что это в самый раз. Или, если у вас довольно смуглая кожа, мне кажется, что это был бы такой интересный румяна. интересные румяна. Или если у вас очень смуглая кожа, ну, вот прям такая смуглая-смуглая, Бейонсе смуглая, то это был бы отличный хайлайтер. Поэтому в целом симпатичная, симпатичная вещь вполне. Следующая вещь, она не закончилась. Она... Это зеркало. И мой муж всегда говорил мне, прекрати класть его на ручку дивана на кухне. Кошка всегда его роняет, когда-нибудь она его сломает. И я говорила, не сломает. И мой муж был прав. Мышка бежала, хвостиком махнула, зеркало-то упало и сломалось. То есть это не пустая банка, мы просто она сломалась, я решила вам рассказать. Следующая из этой же категории это кисть. Фу, сколько пыли. Так я недавно пылесосила. И, видимо, вся пыль осела в пакете с пустыми банками. Это кисть и ей очень много лет. Мне ее покупала моя подруга, когда мне нужна была вот такая скошенная кисть для прокрашивания бровей. И, наверное, многие из вас не помнят тех времен, когда было довольно сложно купить вот такую кисть, когда, в принципе, довольно сложно было найти какие-то нормальные кисти. То есть они продавались, например, в магазинах Mac, но я была тогда на младших курсах, у меня не было денег на кисти Mac. И мне нужна была скошенная кисточка, и моя подруга купила ее просто в переходе. Она такая, я шла в переходу и увидела ее, и вспомнила, что тебе она нужна, и я тебе ее купила. И она мне служила верой и правдой несколько лет. Потом она... То есть я ее иногда еще использовала для гелевой подводки, и в итоге она стала такой... Растопылилась, и я подумала, я схитрю и обрежу ее. Я обрезала... И обрезали я, конечно, очень криво, поэтому функционально я больше ее не использовала, но я освоила другую часть этой кисточки. Она была плотная и плоская. И я ее использовала либо для корректора, либо для нанесения гелевых или кремовых теней. И она была отличная. Фирмы здесь никакой нет. Это было куплено в переходе лет, наверное, 7 назад. В общем... Просто она у меня лежала, я ее никак не выкидывала. Я даже не знаю, почему, потому что она вся растрепалась. В общем, ее же невозможно пользоваться. Я ее не пользовалась несколько лет, но как-то она лежала в моей косметичке, и просто пришло время с ней попрощаться. Но с этой кисточкой связана целая история. Следующее средство, оно не закончилось, но когда в последний раз я его использовала, я поняла, что эти тени расстоялись. Видите, они все в пузырьках. Это тень Нинейль. Оттенок, к сожалению, не сохранился. И это были прекрасные тени. И я в последний раз, когда я им пользовалась, они уже были с пузырьками, но просто я уже задумала определенный макияж, и они мне были там нужны. Я их несла, и никакой реакции со стороны моих глаз или век, или кожи не последовало. Но, в общем, больше я решила, что не буду рисковать и наносить на область вокруг глаз вот то, что выглядит вот так. То есть оно явно еще не вызывает никаких не тех реакций, но просто, просто нет, с ним придется распрощаться. Он уже почти закончился. Они тени, я сейчас заслалась буквально на донышке. Они были абсолютно прекрасные. Я не знаю, где сейчас купить фирму Нинейль, и если бы я знала, я бы, безусловно, их купила. Они... А я сейчас вам покажу, на руке это не страшно. Что будет с моей рукой? И это такой бежеватый оттенок. Он просто безумно блестит. Смотрите, какой он блестящий. Когда я их покупала, гелевых теней практически не было. И эти были очень хорошие. И они блестели, то есть никакие рассыпчатые тени тогда не блестели вот так, как эти. Я их, кстати, просто обожала. Плюс я их покупала в те времена, когда еще не было базы под тени. Боже, сколько же им лет! Нужно было выкинуть их намного раньше. Но тем не менее. В общем, я их использовала без базы под тени. Не держались весь день. В общем, они были абсолютно классные. У меня с ними связаны такие прекрасные воспоминания. Потом я их приноровила, я их носила. Сверху наносила мерцающий пигмент от Essence. Такой вот тоже цвета шампанска очень блестящий. И у меня глаза просто сияли с этими вот двумя тенями в дуэте. Это было прекрасно. Но я не могу больше носить на свои глаза. Поэтому если я когда-нибудь найду эти тени снова, я их куплю, не задумываясь. В нескольких цветах. Следующее средство для глаз – это тушь Maybelline The Colossal Gox. Я, на удивление, быстро запомнила это название. Но эта тушь была очень-очень хорошая. Но вы видите, эта кисточка уже. На ней даже видно, что она изначально была желтая. Я в какой-то момент вытащила ее из тюбика. И потому что мало того, что она немножко склеилась, она еще и видна, что он просвет же желтаватый. Я такая, воу, так они на самом деле желтые. Не только в рекламе. Кстати, какой смысл этого? Какой смысл делать кисточку такого же цвета, как тюбик, если вы, в принципе, никогда этого не увидите? Мне кажется, просто какая-то пустая трата сил и средств. Но, тем не менее, тушь была очень-очень хорошая. Меня немножко напрягло то, что она скошенная, как бы она тоньше на уголке. И поэтому вы знаете, что у меня очень глубоко посаженные глаза. И для того, чтобы прокрасить реснички, которые вот здесь, вот в самом уголке глаза, мне приходится лезть очень-очень сильно. И так как здесь вот... Вот это вот тыц. Не знаю, как это назвать. В общем, ворстинки не идут до самого края кисточки. Есть! Я сформулировала. И за счет этого было очень сложно прокрасить реснички, которые в самом уголке глаза. Но в остальном она была классная. Она очень хорошо прокрашивала, удлиняла, откручивала. В принципе, я бы сказала, что очень хорошая такая стандартная тушь. То есть она делает, в принципе, все, что должна делать тушь. Если присмотреть какой-то новой туши, я могу ее рекомендовать абсолютно без проблем. Плюс она мне прослужила довольно долго. Я помню, что когда я ее получала, на дворе было холодно. Была еще зима. Причем такая прям вот зима-зима. Может, там январь. Наверное, даже раньше. В общем, или декабрь. В общем, я помню, что ей уже несколько месяцев. То есть она мне верой и правдой служила. Кончилась только сейчас. Поэтому ее долго хватает. Она хорошая, качественная. Не размазывается, что очень важно для меня. На мне размазываются многие туши. Это не размазывалось ни разу. Поэтому я вам ее могу рекомендовать с чистой совестью. Так, дальше у нас остались штучки для губ. И мы начнем с пробников Эйвен. Потому что какие пустые баночки с декоративной косметикой без пробников Эйвен. Они у меня каждый месяц немножко заканчиваются. И этот оттенок Фукшиофан. И он был такой классный. Он был розовый и такой немного полупрозрачный, я бы сказала. Но губок смотрелся абсолютно прекрасно. Я не исключаю, что... Мне кажется, его тоже сняли с производства. Мне кажется, что когда я была в каталоге Эйвен, мне кажется, этого уже не было. Но в целом, если бы вдруг у Эйвен появилось что-нибудь похожее, я бы с удовольствием купила. Цвет был довольно сочный. В то же время приглушенный. Его было очень легко наносить на губы. Он хорошо держался. Он увлажнял губы. В общем, все, что нужно. Следующий оттенок – это Really Rosy. И это был теплый красный цвет. Очень красивый. Он хорошо держался. Он требовал контура. Но я, в принципе, пробники не использую где-либо за пределами дома. Поэтому это вот из серии вечер. Муж приходит домой. Я думаю, нанесу пробник. Не притязательно. И поэтому я его носила без карандаша. Но в целом, сама по себе, эта помада требует карандаш, потому что она не держит контур губ. То есть, походить с ней там пару часов можно. Дальше нет. И, в принципе, за пределы дома без карандаша для губ с этой помадой я его выходить не стала. Я, опять же, не знаю, есть ли этот оттенок по-прежнему. Я не знаю, чем я вам про это рассказываю, но просто не знаю. Я все равно рассказываю. Так, и дальше. Это из их золотистой коллекции – Luxe. И это Plumberil. Ой, это был шикарный цвет. Это был сливовый, довольно темный, насыщенный, плотный, кремовый. Он очень хорошо смотрелся на губах. Он очень-очень холодный. То есть, если у вас холодный типаж, то этот цвет просто для вас. То есть, это такая, я бы сказала, вариация на тему красного или какого-нибудь там темного цвета для губ. Это более такой нейтральный, насыщенный и в то же время довольно насыщенный. Поэтому он мне очень-очень нравился. Надо было бы зайти в каталог и посмотреть, есть ли у них. Потому что, если есть, я с удовольствием куплю. Этот цвет был очень классный. Следующее, что у меня закончилось, это бальзам для губ. Невея фруктовое сияние клубника. Он иссяк. Я неоднократно вам говорю, у меня всегда в сумке есть красный бальзам для губ. Потому что я довольно часто пользуюсь красной помадой. И очень часто матовые красные помады очень иссушают губы. За какой-то момент мои губы просто как наждачка. И я очень люблю нанести сверху красную единичку. Потому что, если нанести прозрачный бальзам для губ, ну вот обычный какой-нибудь беленький, он будет весь в красной помаде, будет умерзительно. То есть, например, на всякий раз вы его достаете, чтобы нанести, а он весь в красной помаде. Или вам его нужно как-то вытирать, что неудобно. Красная помада... Ну, не, не отпечатывается. В смысле, красная помада не отпечатывается на красный бальзам для губ. Поэтому у меня они всегда с собой. И мне кажется, единственный красный бальзам для губ, который есть, это Невея. Этот был с клубничкой. И я ненавижу запах клубники, а во всё равно всё было хорошо. А так меня просто тошнило от него. Изначально у меня был вишнёвый, но он закончился, и я нигде не могла купить. Но моя прекрасная подписчица мне прислала вишнёвый, и поэтому следующий у меня будет вишнёвый. Этот был, в принципе, ничего. У меня такое ощущение, что бальзам для губ Невея – это одна из тех вещей, которая есть или в какой-то момент точно несколько раз была абсолютно у всех. Но я ни разу не встречала человека, которому бы они на самом деле сильно нравились. То есть, она хороша вот для того, для чего я её использую. Красная помада, нужно немножко увлажнение, я наношу её, и нормально я могу ходить остаток дня. Но сама по себе иногда губы обветрились или ещё что-то, и я наношу этот бальзам для губ, и вообще ничего не происходит. То есть, он вроде бы очень такой жиденький и очень мягко наносится на губы, но вот это ощущение увлажнения, которое он даёт, он даёт его буквально минут на 7, он моментально впитывается, и при этом впитываясь, он не впитывается в губы, а такое ощущение, что он просто исчезает из губ, потому что абсолютно никакого увлажнения он не даёт. Вот как только он стёрся с губ, а это происходит там через несколько минут, губы такие же сухие, если не более сухие. Поэтому я, вероятно, продолжу их покупать, просто потому что они удобны для красных помад, но сам по себе я бы их покупать не стала. Поэтому... Я, кстати, давно хочу попробовать Maybelline Baby Lips. У них есть, мне кажется, тоже вишнёвая, тоже красная еночка. Если она такая же мягенькая, как эта, я бы с вами её попробовала и посмотрела, как она ведёт себя с красной помадой. И вообще, насколько эти Baby Lips на самом деле увлажняют, потому что вокруг них было столько шумихи, но, опять же, я не так часто слышу о них какие-то положительные отзывы. И последнее, что у меня закончилось, это блеск для губ Vivienne Sabo Colour Deluxe оттенка 83. Этот цвет у меня сейчас на губах, и этому блеску для губ максимум год. И я им пользуюсь постоянно. В какой-то момент я поняла, что если я им пользуюсь 3 месяца, я его осталась на донышке, я его просто отложила и подумала, ооо, мне жалко им так много пользоваться. Я где-то полгода им не пользовалась. Но потом я подумала, что с ерунда, и начала им пользоваться снова, и вот он у меня кончается. То есть он укончился очень быстро. Если бы я его не убирала на несколько месяцев, он бы закончился уже очень давно. Потому что это, мне кажется, абсолютно оптимальный, нейтральный цвет для меня. Я в целом на повседневной основе наношу не красные губы, как многие думают, а вот светло-розовые, вот именно такого цвета. И как только попробовала этот блеск, я была абсолютно в восторге. Я его покупала в L'Etoile, и непосредственно на сайте L'Etoile есть несколько отзывов на него, и они все просто его громят в пух и прах. И я не понимаю, почему. Это один из лучших блесков, которым я когда-либо пользовалась. У меня никогда в жизни блеск не заканчивался настолько быстро, как этот. Не в плане, что он быстро окончается, а в плане того, что я постоянно им пользуюсь. То есть если я не знаю, что он нести на губы, я наношу его, потому что он прекрасно смотрится с чем угодно. Даже если на мне нет макияжа, я наношу его, и в принципе все смотрится хорошо. Яркий смакияж, идеальное дополнение. Какой-нибудь там синий макияж, фиолетовый макияж, любой цветной макияж, идеальное дополнение. Нейтральный макияж, холодный, это вот все, что мне нужно на губах. Я в полном восторге от этого блеска для губ. И как только я поняла, что у меня осталось там буквально одно применение, я, я клянусь, я в тот же день пошла и купила себе еще один. Просто потому что я не хочу оказаться когда-либо без этого блеска. Я думаю, что буду покупать его постоянно. Я уже купила еще один, и я абсолютно довольна. Он дает довольно хорошее покрытие. Не слишком плотное, то есть не как помада, но он более плотный, чем стандартный блеск. То есть он дает хороший пигмент, он хорошо блестит, он в принципе для блеска неплохо держится, он не слишком рассекается за контур губ. То есть учитывая, что я с собой очень бюджетная фирма, я бы сказала, что очень, очень хороший блеск. И если у вас холодный тон кожи, я вам его советую. По крайней мере присмотритесь к нему. Там есть разные цвета, там есть более теплый, мне кажется, я на 82, он такой более персиковый. Это на более теплый тон кожи. В общем, присмотритесь. На мой взгляд, очень хорошие, качественные блески для губ. И это все, что закончилось у меня в этом месяце из декоративной косметики. Мне кажется, довольно много. Мне кажется, обычно заканчивается меньше. То есть я смотрю на этот объем, и вроде как не очень много, а вроде как наговорила я уже на 20 минут. В любом случае, спасибо вам большое за просмотр. Если вам было интересно, напишите, как вам больше нравится, когда я рассказываю про все пустые банки в одном видео, или когда я разбиваю их на три разных категории. Потому что мне кажется, что если я не буду разбивать, то это будет одно видео на час. Готовы ли вы это смотреть? В любом случае, спасибо вам большое. Люблю вас всех. И удачного дня. Пис. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...